МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ульга Панова. Смотрите сегодня. Первый раз в свой класс в Чувашии запущен проект «Школа молодого педагога-2016». Выйти из сумрака. Сотрудники ГИБДД проверили, носят ли пешеходы светоотражатели. Фильм, фильм, фильм. Столица Республики проходит второй кинофестиваль АЗАМ. Чем вместо хлора обеззараживают воду на биологических очистных сооружениях и как живет российский автопром в условиях импортозамещения? Об этом рассказали главе Чувашии во время визита в Ночь Баксарск. В мире обсуждают новый виток антироссийских санкций. В России импортозамещение. С этой точки зрения на рынке легковых автомобилей все надежды на автоваз. Впрочем, даже самые популярные модели автомобилей «Лада» пока российские только на 70-85%. Компания работает над этим. В Чувашии автоваз представляет дочернее предприятие. Новую для Республики российскую технологию продемонстрировали Михаилу Игнатьеву и журналистам на биологических очистных сооружениях. Этот объект принимает и очищает сточенные канализационные воды Чебоксара-Ново-Чебоксарска. Перед тем, как стоки сбрасывают в Волгу, они проходят несколько ступеней очистки, завершающий этап обеззараживания. До недавнего времени для этого использовали гипохлорид натрия, который имел серьезный недостаток. Опасное вещество – активный хлор, хоть и в небольшом количестве, попадал в реку. Сейчас на БОСС переходит на новую систему обеззараживания сточных вод. Вместо хлора – ультафиолетовое излучение. Однако этот способ требует более тщательной предварительной очистки стоков от взвешенных частиц в специальных фильтрах. Здесь происходит микрофильтрация поступающей сточной воды от взвешенных веществ. Сточная вода поступает в полосфильтрах, где отфильтровывается от взвеси, и далее идет на последующую стадию обеззараживания. В то время загрязняющие вещества, которые оселят с полоси фильтра, промываются обратной промывкой и идут на последующую очистку головы сооружений. После фильтров сточная вода поступает в специальные модули с лампами, которые излучают губительный для бактерий ультрафиолет. Исследования показывают, после такого облучения гибнут 99% всех известных вирусов. Этот способ не изменяет химическую структуру воды. Химикаты не отравляют акваторию Волги. После экскурсии глава региона встретился с коллективом, у Михаила Игнатьева поинтересовались, как контролируется соблюдение антитабачного закона в республике и как предоставляются земельные участки многодетным семьям. Получить информацию, когда будут участки, было непросто. Касаясь города Чебоксары, у них практически земельный участок есть. Конечно, они должны предоставлять поэтапно, по шагу. Если не хватает, там в Мургаловском районе дополнительные участки, на Чебоксарском районе есть. Мы сейчас вас запишем полностью после совещания. Вы фамилию мёрзли, телефон дайте. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив за труд на этом стратегическом для республики объекте. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Успешно противостоять проявлениям терроризма можно только сообща, уверены коллеги из Пензенской и Ульяновской областей Татарстана и Чувашии. За круглым столом в селе Батарева представители территориальных антитеррористических комиссий обсудили вопросы безопасности общества. Представители органов исполнительной власти и муниципальных образований должны быть всегда готовы к выполнению задач, связанных с противодействием терроризму. Объединение усилий, обмен опытом помогают совершенствовать эту работу с учетом возникновения новых угроз. Приятно отметить, что именно наш район удостоился проведить такой большой форум. Мы должны сообща находить возможности для противодействия угрозам стабильности. Все усилия, не взяя там начинные, на структурные подразделения, уровни власти, совместно вместе должны работать. Если все это у нас нормально получается, и с ремизом терроризм к нам это не придет. Представители Татарстана и Ульяновской области поделились опытом организации работы и противодействию идеологии терроризма и организации группировок. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Третий год подряд в Чебоксарах проходит школа молодого педагога. В рамках проекта решаются вопросы адаптации молодых специалистов в сфере образования. Мастер-классы, тренинги, открытые занятия становятся хорошей поддержкой в начале преподавательской деятельности. 194 молодых специалистов в этом году пришли в сферу образования республики. И если с теорией у них все в порядке, то практику они осваивают, что называется, в процессе преподавания, допуская порой ненужные ошибки. Поэтому так важно вовремя подставить плечом молодым педагогам, дать им правильный совет. Этим и занимаются организаторы школы, создавая систему наставничества и тьютерское сопровождение молодых педагогов. Мы очень вас ждали, потому что очень отрадно. И с года в год появляется система образования вакансий, и эти вакансии заполняются именно молодыми учителями, молодыми педагогами, выпускниками. Идеи и инициативы всегда в цене, особенно если их поддерживают опытные преподаватели. В этом году по итогам предметных олимпиад Чувашская республика заняла седьмое место по России. Учителя, подготовившие победителей, получают грантовую поддержку на республиканском и российском уровне. Время сейчас такое, что время быстро меняется, и поэтому меняется человек и меняется система. Это неизбежно. Меняться она будет теперь постоянно. И моя самая большая надежда на то, что мы с вами молодые, мы с вами быстро осваиваем технологии, и мы с вами хорошо понимаем человека. Алена Аршинова также отметила, что будущее образование за российской электронной школой. Программа частично уже разработана и в скором времени стартует. Возможно, это отчасти решит проблему нагрузки на молодых преподавателей. Некоторым из них приходится вести несколько предметов и кружков. На самом деле у меня очень большая нагрузка для молодого специалиста. У меня порядка 28 часов. Я вот сегодня присутствовал на тренинге. Называется «Языковая гостиная». То есть мы говорили о диалоге культур. То есть это очень полезная информация. Она пригодится как в работе, так и в повседневной жизни. В рамках форума также обсудят вопросы организации инклюзивного образования, психологической поддержки молодых педагогов, а также перспективы развития образования в Чуваши. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика. О цивилизации можно судить по тому, как она общается с животными. Это слова Махатмы Ганди. В развитом обществе численность бездомных собак и кошек регулируют гуманными способами. В Чебоксарах тоже планируют наладить такую работу. Несколько месяцев назад началось строительство пункта передержки бездомных животных. Но у активистов, волонтеров зоозащиты возникли сомнения в гуманности методов, которые будут там применяться. Спустя два месяца удалось инициировать проведение круглого стола с участием властей города, ветеринаров и зоозащитников. В Чуваши в прошлом году более 3000 человек обратились за помощью в больнице. Причина одна – неадекватное поведение бездомных животных. Медики в этом случае неумолимые. Обязательно прививка от бешенства. Эта цифра каждый год примерно на одном уровне. Интернет пестрит видеороликами, где бездомные животные нападают на людей или люди сами жестоко обращаются с уличными собаками или кошками. В Чебоксарах несколько лет назад работал док-отель. Он располагался на Канажском шоссе. Но без денежных пожертвований приют не смог существовать и закрылся. Муниципалитет предложил вариант – пункт передержки. Отлавливались только агрессивные животные. По этому постановлению Кабинета министров предполагается передержка в течение трех дней. Если в течение трех дней не находится хозяин этого животного, значит, животное подлежит уменьшлению. Пункт передержки готов к приему животных. У зоозащитников возникли сомнения по поводу гуманности способов регулирования численности бездомных животных. Они считают, что для этого есть и другие методы. Метод, который мы хотим сейчас предложить – это отлов, стерилизация и вакцинация. Только он защищает население и жителей и является защитой от бешенства. То есть тот метод, который на сегодняшний день работает, он бешенство никак не останавливает. Активисты из Чебоксара изучили опыт решения этого вопроса в других городах России. В Санкт-Петербурге программа отлова, стерилизации и вакцинации работает уже с 2005 года. Ежегодно там на эти цели тратится по 5 миллионов рублей. За это время профилактике подверглись 22 тысячи собак. Стерилизация предотвратила появление новых безнадзорных животных. В Чебоксарах зоозащитники тоже разработали программу. Примерно процедурам стерилизации и вакцинации необходимо подвергнуть 900 животных. Динаразово на каждую собаку будет потрачено 3,5 тысячи рублей. Всего на 2017 год необходимо 3,5 миллиона. Эта программа должна быть разработана на 2-3 года, чтобы справиться с проблемой. А потом этот результат просто надо будет поддерживать. То есть основные вливания должны быть первые 2-3 года. Сейчас городское собрание приняло решение передать пункт передержки благотворительному фонду. До 1 ноября там появится вода, электроэнергия и отопление. Пункт передержки мы принимать, естественно, готовы. Но пункт передержки должен быть, скажем так, более-менее приемлемым в варианте. Кроме того, земля под приютом является муниципальной собственностью. И это гарантия, что благотворительный фонд не задушат налогами. А он, в свою очередь, обещает привлекать еще и спонсорские средства. Но это не означает, что вопрос содержания бездомных животных решен полностью. Что будут делать с теми собаками, которые вернутся обратно в городскую среду? И как будет организована доставка животных в приют? Вы должны дать нам именно свои предложения, что вы будете делать. Должна быть большая информационная работа с населением. В ближайшее время премьер-министр Иван Маторин подпишет распоряжение о том, как будет упорядочена работа по регулированию числа безнадзорных животных. Татьяна Молкова, Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика. Темнота может быть и друг молодежи, но точно враг для пешеходов. Еще два года назад тех, кто передвигается вдоль проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток, обязали носить светоотражатели. Как выполняется это правило, проверили сотрудники ГИБДД и представители Общественного совета МБД. Боже мой! Пешеходы, которые все еще ходят вдоль дороги вне населенных пунктов без каких-либо светоотражательных элементов, наверное, не видели этих еще не самых страшных кадров. Во время рейда в Чебоксарском районе сотрудники ГИБДД и представители Общественного совета МБД только за полчаса встретились с пятью потенциальными виновниками ДТП и провели с ними разъяснительную работу. Кстати, по статистике, именно столько пешеходов в сутки попадает под колеса осенью в Чувашии. В основном в темное время суток. В этот раз нарушителям, помимо предупреждений или штрафов, вручили комплекты светоотражательных элементов на всю семью. В Чувашском государственном университете прошли десятые юбилейные ошмаринские чтения. На международной научно-практической конференции чувашские последователи великого ученого совместно с коллегами из разных стран представили около 200 докладов и в очередной раз обсудили проблемы и перспективы развития чувашской словесности. Авторы докладов – преподаватели высших школ, колледжей, техникумов республики, коллеги из Казанского, Башкирского, Марийского, Удмуртского университетов. Интерес к проблемам национальной филологии и культуры проявляют ученые из Венгрии, Японии, Испании, Турции. Профессор Токийского университета иностранных языков Синджира Казама уже много лет занимается изучением чувашских диалектов и составляет словарь. Ему очень важно мнение коллег. Вклад Николая Ашмарина в языковую культуру республики сложно переоценить. В 1901 году он начал собирать языковой материал по всем местностям, где проживали чуваши. В этом ему помогали учителя национальных школ. Многолетний труд завершился изданием 17-томного словаря чувашского языка. В него вошли более 40 тысяч слов. Чувашский язык никогда не погибнет. Об этом и мечтал Николай Иванович Ашмарин. И мечты его, как мы видим, исполняются. Хвала ученому, который так высоко поднял язык, кажется, маленького. Нет, очень большого и глубокого народа. В столице республики проходит второй кинофестиваль «Азам». В этом году он привлек больше участников из разных республик и стал межрегиональным. О том, какие новинки национального кинематографа увидят зрители, смотрите в нашем сюжете. На часах без 10 и 9 на перроне ансамбль чувашских костюмов. И вот поезд, который везет особенно гостей. Те, кто близок к кинематографу и те, для кого расстояние не помеха. Творческие деятели из Якутии, Башкирии, Датарстана, Мариэл, Молдовы и Киргизии готовы поделиться своим видением мира кино. На пространстве бывшего Советского Союза, Киргизия, вторая страна, где кино является прибыльным. Уникальное явление, так четко объяснить это никто не может. Но, наверное, у страны, у народа появилось такое требование, чтобы было свое кино, где показывали все свое, свои обычаи, традиции, свою жизнь. Мы действительно очень рады, что приехали на Чувашскую землю за такую грандиозную встречу. Не ожидали для нас это был такой неожиданный, восторженный сюрприз. В конкурсной программе представлено 27 фильмов разных жанров. Художественные, анимационные, документальные, короткометражные. 17 из них получат награды. Вне конкурса зритель увидит еще 22 ленты. Они посвящены Году человека труда. Кино через режиссеров, через сценаристов, через продюсеров, по сути, формирует нас, будущее поколение, формирует гражданское общество. Такие вот фестивали, они позволяют выявлять в обществе, что у нас не так хорошо, на что нужно обращать внимание, но и выявляют лучшее качество и традиции, которые нужно приумножать, продолжать. И в этом плане фестиваль, еще раз говорю, трудно переоценить. Фильмы российских и зарубежных режиссеров покажут в залах Национальной библиотеки и Госархива электронной и кинодокументации до 29 октября. Гостей и зрителей в фестивале ждут мастер-классы и творческие встречи. Полную программу мероприятий можно найти на сайте Минкультуры Чувашии. Татьяна Леонтьева, Алена Латухова, Расиль Мухаммедов, Республика. Одна награда – смех. Полуфинал высшей лиги КВН Чувашии прошел в минувшие выходные. О том, чьи шутки стали лучшими, Юлия Важенина. О том, что смех продлевает жизнь, не знает разве что ленивый. И, пожалуй, самый лучший способ поднять себе настроение – посмотреть игры клуба веселых и находчивых. Бодрый заряд на целую неделю жители Чувашии получили во дворце культуры ЧГУ. Семь студенческих команд, три конкурса и лишь пять вакантных мест в финале. Кто из участников пойдет дальше и будет шутить уже в финале высшей лиги? Ответ на этот вопрос интересовал всех самих КВНщиков, зрителей и жюри. Но интрига держалась до самого конца. И вот три конкурса приветствия, разминка музыкальный номер позади, баллы подсчитаны. По результатам игры претендовать на звание чемпиона высшей лиги КВН Чувашии этого сезона могут четыре команды. Бусинки зато свое – сборная сельхозакадемии – джентльмены удачи. Пятый участник финала пока неизвестен. Сразу две команды – альфа и без комплексов – набрали одинаковое количество баллов. Какую из этих команд мы увидим на главной игре высшей лиги – решит редактура. Ну а победителем полуфинала стала команда Бусинки. Своим нестандартным подходом ребята покоряют и зрители, и жюри уже не первый раз. Гороскоп на сегодня, на сегодня. Обин – два слова. Урбан, Байрам. Телец. Оп и вы холодец. Подробнее о том, как прошел полуфинал высшей лиги КВН Чувашии, что происходило за кулисами игры и какие шутки зашли в зал, смотрите 30 октября в 19.30 в новой программе национального телевидения Чувашии «КВН за кадром». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин, Республика. Напомним, наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. Впереди полезная информация. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Компания «Инфолинк» – крупнейший оператор связи Чувашии, предоставляющий весь спектр телекоммуникационных услуг корпоративным клиентам, в том числе интернет и местную телефонную связь. У нас есть полный спектр тарифных планов. Это от минимальных, где, допустим, нужно только для интернет, для карт, для оплаты. Это, допустим, 5 мегабит в секунду. Но и такие большие скорости в районе 200 мегабит в секунду, которые позволят вам использовать все ваши задумки в вашем бизнесе на все 100%. Подключение к интернету вместе с телефонией поможет значительно упростить все рабочие процессы. Услуга видеонаблюдения от компании «Инфолинк» с каждым годом набирает популярность. При самостоятельной установке системы видеонаблюдения требуется большое количество дорогостоящего оборудования. Немало затрат требуется на оплату персонала и на обслуживание. Компания «Инфолинк» все берет на себя. Вы при пользовании нашего слога видеонаблюдения сможете, всего лишь оплачивая ежемесячный платеж, пользоваться услугами как видеонаблюдения в целом. И не без какого-либо обслуживания дополнительного. Вы можете просматривать ваши камеры в вашем офисе в любой точке, скажем так, мира с мобильного устройства, с интернет. Вы можете как просматривать онлайн, так и смотреть архив за 30 дней. Услуга «Виртуальная автоматическая станция» от компании «Инфолинк» позволит построить телефонную сеть с единым городским многоканальным номером телефона и внутренними номерами. Вызов, который останется без ответа, а такое возможно, может быть переадресован на любой мобильный телефон, и вы всегда будете на связи. В любой момент вы можете увеличить число внешних и внутренних линий, не неся при этом больших затрат на замену АТС. Чтобы контролировать качество работы с клиентами, вы всегда можете получить статистику по всем принятым и пропущенным вызовам. Можно записывать разговоры специалистов, хранить их и при необходимости использовать. Воспользоваться сервисом АТС можно с помощью интернета. Если у вас несколько офисов и необходима быстрая передача информации, компания «Инфолинк» предлагает воспользоваться услугой «Корпоративная сеть». Она обеспечит полноценный доступ всех сотрудников базам данным, ЦРМ-системам, программам бухгалтерского учета, сбора данных и контроля всех бизнес-процессов компании. Когда вы соедините все офисы в единую локальную сеть, то высокие скорости обмена информацией и защищенность канала позволят быть лидерами на своем рынке товаров и услуг. Продолжение следует...